друзья всем привет с вами снова я алена блин и это мой очередной выпуск новостей алена блин говорит где мы с вами снова будем обсуждать все что произошло в нашем шоу-бизнесе за последнюю неделю ну что давайте уже начнем и приступим к обсуждению надеюсь сегодня я не буду заговариваться как в прошлом выпуске но просто всех вот каждый человек под прошлым выпуском счел своим долгом написать мне комментарии алена блин ты оговорилась ты сказала светлана лобода собираться не возвращается вместо возвращаться не собирается можем и надеюсь сегодня я не буду заговариваться все у нас будет хорошо поэтому погнали так ну что у нас происходит в москве в москве полным ходом идут новогодние съемки вот все артисты сбивают с ног друг друга носятся от съемочного павильона к ресторану концертной площадке прочее везде где снимаются голубые огоньки разнообразные клипы и много всего и что самое интересное я теперь тоже ношусь вместе с ними вот я помню как лет 10 назад когда я была обычной журналисткой и бегала там с микрофоном пыталась кого-то взять интервью носилась по этим новогодним елкам а теперь я сама сижу за столами этих голубых огоньков и вот на днях буквально в клипе новогоднем снялась у стаса костюшкина сидела за столом шурой с одним из гостей моего шоу алена блин и мы вместе изображали радость вот это вы знаете чокались лимонадом вместо шампанского кстати шура был очень недоволен сразу так мама что нам налили теперь понимаете я вкусила всю эту атмосферу и вот ты сидишь в этой мишуре чокаешься этим лимонадом боже мой ее 25 дубль из тебя уже просто пот в три ручья потому что больше ты не можешь а по телеку у вас красивая картинка все сидят чокаются поздравляют с новым годом танцуют и поют и вот вы все это увидите в новый год в клипе стаса костюшкина я там буду зажигать но и в это время конечно же происходит и куча других мероприятий одним их самых ярких стал конечно же день рождения аллы виктории киркоровой дочки филиппа киркорова в этом году филипп киркоров решил не арендовать какой-то шикарный ресторан а устроить праздник дома в домашнем стиле позвал всего 50 человек гостей и устроил такое классное застолье отдельно сидели взрослые отдельно дети а я опоздала на два часа потому что снималась в новогодних клипах и бегала по другим мероприятиям и вот захожу я в дом филиппа ведут меня на мое место я с ужасом просто смотрю там сидят все люди кого я обсудила в последних выпусках новостей причем уже половину не помню в каком ключе смотрю сидит лазарев мой любимый егор крит что я там сделал я кажется тоже что-то про него говорил иосиф пригожин которому вот я буквально прошлой неделе дала звездили за то что он защищал светлану лободу и иду я и думаю господи как же мне сесть а что с ними говорить а потом подумала что да плевать уже делайте что хотите уселась спокойненько подняла бокал просевка и самое интересное ничего не случилось никакой ни драки ни скандала и вот вы знаете я подумал за что я уважаю филиппа киркорова за то что он не боится звать самых разных гостей и никогда не обращать внимание на то кто с кем поругался кто что про кого говорит он зовет всех а там уже вы решаете сами приходить или не приходить и как правило у него не случается никаких скандалов а люди даже мирятся но в этот день я ни с кем не помирилась навела себя хорошо и тихо вам наверняка интересно что там происходило чем например кормили я вам расскажу в этот день на столах были лучшие блюда из самого крутого ресторана в москве одного из мишленовских и чего там только не было и запеченный козленок и мясо в трюфельном господи зачем я все это рассказываю опять вы будете в комментариях писать что-то первое время чумы что они жируют и совсем охренели поэтому давайте лучше про самые интересные моменты праздника и вот во время этого застолья филипп периодически брал за руку несколько гостей и отводил их наверх в свою роскошную спальню а зачем он туда водил я вам расскажу просто на дверях в спальне филиппа необычный замок которым он хотел похвастаться а замок такой подходишь прикладываешь большой палец и заходишь и войти в спальню филиппа может только филипп и вот я зависла около этой двери и думала а как же подождите а если только он может зайти а как же выйти оттуда то есть если кто-то зайдет в спальню филиппа то он может как выйти только с филиппом или по его пальцу или еще что-то надо приложить в общем филипп заморочился и удивил всех вот этим вот новшеством ну а пока филипп водил экскурсии за столом тоже было много всего интересного а я как вы понимаете успела и туда и сюда и вот я села и начала собирать информацию первым ко мне подсел конечно же иосиф пригожин и вот я ждала что пригожин сейчас на меня набросится и скажет алёна ты чё совсем охранила ты чего за лободу меня так отчитала а вместо этого иосиф пригожин подсел и как ни в чем не бывало включился в наш разговор с ани лорак а мы с ней сидели обсуждали то как быстро растут дети вот и алла виктория уже 11 лет и ее дочка соня уже ростом с маму и такая взрослая а пригожин слушая нас к слушайте а вы знаете какой я был в 15 лет показать вам фотографию но мы говорим ну давай иосиф показывай тут он показывает фотографию вот это вот посмотрите во первых я не поняла что это иосиф пригожин а что ему 15 лет вообще сложно поверить я говорю иосиф не обманывайте вам здесь лет 30 или 25 но он говорит нет мне здесь 15 я был очень ранним и меня даже в детском саду один раз наказала воспитательница за то что я залез на девочку это вообще можно мне было рассказывать сейчас надеюсь в своем следующем выпуске я не получу теперь уже от иосифа пригожина иосиф не обижайтесь они чего мне рассказывать ничего вот сидите рядом со мной молчите и не показывать ни своих фотографий не рассказывайте что вы делали в детском саду а то я все здесь всем выдам еще одним из самых интересных моментов застолья было появление там кати гусевой кати стала недавно гостя моего шоу алена блин где рассказывала о том как она мечтает встретить мужчину и очень хочет чтобы он был военным потому что ей надоел весь этот шоу-бизнес надоели все теперь и сразу хотя друг у нее филипп киркоров и вот представляете пришла катя под руку с мужчиной я в катя кто это так представляешь я вот намечтала себе и это вот как раз военный и зовут его сергей катя я не перепутала надеюсь не обидишься на меня а катя естественно пошла куда первым делом знакомить своего сергея с филиппом киркоров ну потому что катя нужно одобрение филиппа потому что вы помните в этом же интервью катя рассказывал о том что филипп не любит ее женихов и гоняет их от нее в общем познакомила катя своего жениха с филиппом уж не знаю понравился он ему нет одобрил благословил еще или еще что то сделано ушла с праздника катя достаточно быстро надеюсь что сейчас у катя сергеем все хорошо и филипп их не проклял как всех предыдущих ее мужчин ну а что у нас по подаркам для аллы виктории я естественно засунула свой любопытный нос ну если не в пакет эту хотя бы посмотрела на них и увидела что там конечно же бренды и среди них я заметила один тот самый скандальный который не сходил с уст у всех последнюю неделю я имею ввиду боленсягу и вещи этой марки например егор крит пришел на праздник с весистым пакетиком той самой боленсяги да и половина гостей были одеты в этот бренд а тем временем по всему миру пытаются отменить боленсягу я свои следующие новости вам расскажу почему боленсягу обсуждают уже вторую неделю но в россии все как известно доходит до утки на седьмые сутки поэтому именно сейчас до российских знаменитостей наконец начало доходить что вообще происходит с этим брендом а происходит вот что креативный дизайнер бренда боленсяга дэм на гласале устроил фотосессию там были изображены дети сумочками в виде плюшевых медведей подожди еще не все плюшевых медведей бдсм костюмах понимаете и вот все это вывесила боленсяга в своих социальных сетях и подала это как рекламную кампанию своей очередной коллекции и вот разглядывая эти фотографии там уже подключились просто конспирологи и углядели во всем этом отсылки к детской порнографии что тут началось вот по всему миру уже отменяют эту самую боленсягу звезды и обычные люди записывают ролики грузят их тик токи и другие социальные сети где разрезают вещи рвут вот эти кроссовки рубашки и прочую одежду и помните как у нас несколько месяцев назад пытались отменить бренд шанель втроем девушки катя гусева марина ермошкина и к ним присоединившиеся вика боня и вот они резали эти сумки на камеру говорили что больше шанель никогда носить не будут кстати прошло несколько месяцев и все трое были замечены лично мной сумочками шанель но вот видите не получается у нас в россии никакой культуры отмены вместо этого получается только праздник на рынке садовод где заслышав о том что пытаются отменить какой-то бренд и начать резать чьи-то сумки там просто закупают все это в немыслимых количествах и ждут викторию боню которая прибежит у них покупать паленую шанель и резать ее на камеру а что касается балин сиаги но если кому-то очень хочется отменить ее то давайте отменим ее в моем выпуске новостей алена блин говорит вот специально пришла вам бирку содрала с одного из подарков дочки филипп киркорова шутка и сейчас я ее торжественно разрежу что мне даже резать жалко вот этикет может я привяжу куда-нибудь ее же можно там на лоб или на глаз все решилась режу еще очки дома были сяга что с ними теперь делать на мы переходим к следующей новости в москве состоялся паблик ток портала суперу где как вы все знаете я работаю и новой песни года новая песня года это такой концерт который отделили от обычной песни года и собрали там всех молодых артистов тик токеров и блогеров и вот все они собрались на этом паблик токи а ведущей была я и вот захожу я в эту аудиторию сидят эти ребята и я понимаю что я никого из них не знаю но кроме давида манукяна моего старого друга но общаться как говорится пришлось поэтому мы все познакомились и естественно я была бы не я если по время вот этого нашего приличного паблик тока и не узнала парочку горячих скандалов и новостей задала вопрос молодой группе калибри и маврик галибри и мам мавик господи кто придумывает название этим молодым группам вот я знаю только их хит про федерико феллини а как они называются с роду вообще не знала я у них спросила ребята а как у вас получилось написать такой хит который звучит из каждого утюга и вот они начали рассказывать как они пишут свои песни я с удивлением узнала что вот эти галибри и мавик авторы хита ягода малинка певца хабиба знаете такое вот который поет ягода малинка хоп 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 так вот это они написали этот хит и неожиданно разоткровенничали рассказали что оказывается они поскандалили потому что позвали того самого хабиба поддержать их у себя на концерте который состоялся в вегасе а хабиб взял и не пришел вот просто наплевал на ребят которые ему так помогли а выбрал какое-то корпоративное мероприятие за большие деньги вот они очень обиделись и теперь не общаются и больше не пишут никаких хитов хабибу а тут я думаю почему кроме ягоды малинки больше ничего не слышно от хабиба он оказывается поругался со своими авторами но это еще не все во время паблик тока мы подняли тему противостояния старшего поколения и молодого в лице вот этих самых тик токеров и блогеров я хотела задать вопрос о конфликте вали карнавал и ларисы долина вот той самой вали карнавал чтобы она рассказала как все случилось как она сейчас общает с ларисой долиной и только я задумала задать вопросы посмотреть на валю карнавал как обнаружила что что вали карнавал здесь нет она просто не приехала на паблик ток испугалась понимаете вот они молодые блогеры тик токеры которые боятся отвечать на острые вопросы им проще куда-то убежать и спрятаться валя карнавал почему-то не приехала что ты боишься 5 а съела нафиг ты мне нужна надо было просто приехать и рассказать что у вас случилось берите все пример хотя бы с алексея столярова спортивного видеоблогера который кстати тоже присутствовал на этом паблик токе и когда я задала вопрос о том нужны ли сейчас тик токерам и блогерам продюсеры столяров неожиданно выдал сенсацию о том что он больше не работает с ярославом андреевым вот этим самым предводителем dream team house а эльфа торговцам как они его все называют вот это на паблик токе прозвучало впервые оказывается раньше андреев продюсировала вот этого самого столярова и у них даже был совместный бизнес а сейчас как вы все знаете ярослав андреев сбежал в сша прихватив с собой пару своих вот этих эльфов даже не пару от штук 10 милохина покров бабич и против боже мой я даже имена их уже запомнила и вот что они сейчас там делают я вам расскажу а творят они там на самом деле просто дичь вот так на днях в аккаунте их вот этого самого dream team house появился американский флаг и стали писать они посты на английском языке и когда в комментариях начался шквал негатива и хейта и осуждений что ребята как вы можете вы же русские почему вы вдруг переобулись и считаете себя гражданами какой-то другой страны вывешивая флаги они быстренько этот флаг убрали и теперь повесили там изображение земного шарика типа они граждане мира а каких гражданах мира может идти речь когда сейчас прямом эфире вот тот же самый милохин мало того что спел гимн украины а еще и волосы свои покрасились три волосинки в цвета украинского флага представляете до чего сошел с ума так повесьте тогда украинский флаг в своем аккаунте и уже объявите себя гражданами украины потому что в россии в ближайшее время скорее всего вас наверняка объявят иные агентами или вообще закроют въезд на 50 лет видимо этого добиваются вот эти самые тиктокеры во главе с эльфа торговцем ярославом андреевым ну а мы с вами продолжаем украинскую тему и что у нас там а там два моих любимца ты конечно же макс барских и светлана лобода что же произошло с ними в этот раз я вам расскажу на днях в интернете появились райдеры этих двух звезд во-первых и барских и лобода согласны выступать перед россиянами за двойной гонорар а также если корпоратив перед россиянами проходит других странах то тут все просто полный запрет на съемку чтобы не навредить репутации а в случае если например макс барских заговорит со сцены о политике перебивать его нельзя и нужно дослушать до конца обязательно чтобы не испортить его настроение понимаете после публикации этих самых райдеров что тут началось лобода и барских начали опровергать называть все это фейками что мол нет у нас таких райдеров и выступать мы не будем никогда в жизни на территории россии но наши коллеги из телеграм-канала шот решили проверить правду ли говорит светлана лобода журналисты пообщались с ее менеджером и выяснили лобода все-таки готова выступить перед россиянами но на нейтральной территории например в арабских эмиратах и для того чтобы выступить она должна знать полную информацию о заказчике его фио адрес господи группу крови справку быть и что там только еще не должна знать светлана лобода но самое главное что она знает сумму за которую она выступит цена вопроса шесть с половиной миллионов конечно же рублей она готова сделать все это если вы пойдете на все ее условия так что велкам у кого есть шесть с половиной миллионов рублей и кто готов собрать и себе полную информацию предоставить ее светлане лободе заказывайте ее на корпоративы ну а мы переходим к следующей новости и там у нас на носу выход фильма самоирония судьбы это такой ремейк вот той самой иронии судьбы который мы с вами смотрим каждый новый год так вот нашлись режиссеры которые сделали новую креативную версию вот той самой иронии судьбы кого там только нет и ольга гузова в роли наденьки и филипп киркоров роли ипполита и тимур батрудинов роли жени лукашина и павел воля и она асть и кого там только не будет и все это конечно же не могло не взволновать общественность в лице марии шукшиной еще одной каждой жопе затычки а как по-другому назвать когда она комментирует вообще все что к ней относится не относится что где-то происходит вот везде она должна высказать свое мнение мария шукшина пошла войной на самоиронию судьбы обвинила режиссеров в осквернении советской классики и вообще выразила свое недовольство а про филиппа киркорова вообще выдала что ему нужно сыграть не ипполита а наденьку но наверное мария шукшина даже не слышала про скандал филиппа киркорова с викторией бони потому что совсем не ожидала что на нее вылится дотошные журналисты докопались с этим вопросом до филиппа прямо на открытии катка угума понимаете нашли место где его спрашивать что он скажет в ответ марии шукшиной филипп куда-то там шел с подарками весь сам как нарядная новогодняя елка естественно когда заслышал что кто-то опять в очередной раз в чем-то его обвиняет сказал просто как он думает да пошла это шукшина и вместе с ней пошел певцов который тоже доканывает филиппа уже какое-то время называя его творчество сатанинским делать им нечего сказал филипп к своему нулю прибавляют единицы в виде меня и становятся десятками кто они такие я вспоминаю о них только тогда когда они вспоминают меня но я им это прощаю разрешаю еще филипп высказал теорию о том что шукшина докапывается до него потому что тайна влюблена и хочет быть с ним рядом а у меня такое ощущение что мария шукшина сама мечтала о роли той самой наденьки в ремейке иронии судьбы мечтала чтобы у него был вот такой ипполит и филипп киркоров роли него но к сожалению и туда не позвали и поэтому она и бесится а куда вообще позвали марию шукшину как какие у нее последние роли кто нам вообще такая актриса или просто дочь василия шукшина и лидии федосеевны шукшиной алибасовой господи или кто нато мы с вами переходим к следующей новости и там у нас новая рубрика моя любимая просто день открытых дверей в дырдоме ромашка и там у нас зажигает стас борецкий вот это тот самый лысый хрен о котором я рассказывала своих прошлых выпусках где он заявлял о том что он внебрачный сын бориса моисеева от некой неизвестной женщины кстати кому не известны самому стасу борецкому так вот тогда он не убедила общественность что является наследником моисеева и решил пойти дальше и вы не понимаете до чего он додумался он заявил о том что готов внимание готов эксгумировать тело своего отца и доказать всем что да это он сын бориса моисеева и он имеет право на его наследство я готов к судам к тесту днк я готов провести его за свой счет и эксгумировать тело папы потому что являюсь президентом союза профессиональных ритуальных агентов сказал стас борецкий господи больше трэша давайте дождемся пока стас борец не давайте не будем ждать момента когда стас борецкий эксгумирует тело бориса моисеева давайте же все пожелаем стасу борецкого скорейшего выздоровления ну или по крайней мере объявить себя сыном какой-нибудь живой звезды вот катя лель например у нас есть хорошая партия хорошая мама для стаса борецкого кстати о кати лель как вы помните в прошлом выпуске я рассказывала об этой чудесной истории когда катя лель получила письмо от инопланетных цивилизаций они прислали и письмо по электронной почте катя его выложила мы с вами над этим поражали и история казалось бы закончилась мне стала известна предыстория этого феерического события я совершенно забыла что за несколько дней вот до публикации того самого инопланетного послания на меня вышла девушка пиарщица некой группы под названием нло и написала мне алена вот вы не знаете как как нашей группе стать популярной что нам нужно сделать вот что нужно сделать чтобы попасть в шоу алена блин к вам на интервью я была настолько замотанная в бегах каких-то съемках сказал девушка отстаньте не знаю придумайте что-нибудь или хайпаните как-нибудь или сделайте что-то чтоб о вас заговорили и тогда может быть я увижу отмечу вас и расскажу своих новостях я поговорила и забыла и чтобы вы думали вот после той самой новости про катю лель мне снова написала эта девушка написала мне сообщение в котором спросила меня ну что ален получилось и тут до меня дошло что это та самая пиарщица этой группы нло которая вот таким образом решила заявить всей стране о своем существовании вот такой креатив они избрали чтобы пропиарить свой новый трек написали письмо катя лель и даже надеются с ней на дуэт и вот когда я спросил эту девушку ну что катя лель ответила она запишет с вами дуэт девушка сказала что вот нет пока к сожалению ответа от кати не пришло я думаю что катя узнав что это пиар трека какой-то неизвестной группы просто расстроилась и сейчас пребывает в глубоком трауре что письмо пришло оказывается нет настоящих инопланетян а всего лишь от молодых артистов кать не расстраивайся они еще напишут тебе хочешь мы попросим у них сами вместе со стасом борецким ну а мы движемся с вами к финалу я знаю как вы ждете рубрики обиженки кстати вы меня обвинили что в прошлом выпуске я сама стала обиженкой и обиделась на юмор каких-то квн щиков нифига я не обиделась я уже про них забыла а сегодня у нас главной роли здесь зажигает ксения собчак у ксении собчак вышло интервью с каким-то типом другом рэпера оксимирона зовут его дима шок господи кто это я не знаю вот во время интервью когда собчак пыталась выведут в него какую-то скандальную информацию об оксимироне и получила ответ что да мол ксения анатольевна я вам это расскажу но только за большой гонорар и тут собчак замолчала поняла что ничего не удастся у него выведут и сказала ну за деньги а за сколько и вот они начали торговаться и вдруг собчак обращается ко мне мол а вот ты не хочешь пойти к алене блин у него наверняка дофига денег она тебе заплатит и даже назвала сумму мол три миллиона заплатит алена блин за то что ты не расскажут от откровения какие три миллиона господи собчак вы мне лучше с этим димой шоком борей пуком и вася чпоком или как его зовут пять заплатите за то чтобы я хотя бы поняла кто это и зачем его вообще звать на интервью и кому она вообще нужна и кто его посмотрит а потом уже рассуждала про деньги а почему ты вообще про это говоришь лучше ответь на вопрос когда ты придешь на допрос по скандальному делу связанного с твоим телеграм-каналом тушите свет из-за которых двое твоих сотрудников моих друзей до сих пор сидят в сизо и никак ты не помогаешь ни одного рубля не отправилась семьям этих несчастных ребят сама записываешь какие-то интервью ходишь по тусовкам и радуешься подумай уже вместо этого о людях которые пострадали из-за твоего вранья и бесконечного лицемерия об обычных ребятах которые страдают от твоих очередных портелей и вспомни уже наконец-то о своей совести если хотя бы одна капля ее у тебя осталось на этой праздничной ноте я с вами прощаюсь спасибо всем кто досмотрел до конца мой очередной выпуск новостей алена блин говорит а мы с вами как всегда увидимся в следующий вторник где мы с вами снова будем обсуждать шоу бизнес сплетни и интриги и скандалы расследования надеюсь нам будет о чем поговорить а